Депутаты парламента Республики от партии «Единая Россия» продолжают контролировать строительство социально значимых объектов. Делегация во главе с заместителем секретаря регионального отделения партии по проектной работе и первым заместителем председателя парламента Карачаева-Черкесии Дагиром Смакуевым ознакомили с ходом строительных работ физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Чапаевское. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. В состав делегации также вошли глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев, депутат Народного собрания Фатима Карданова и заместитель министра строительства и ЖКХ Георгий Терин. Они встретились с представителями подрядных организаций и руководством сельского поселения, обсудили замечания и предложения, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в ходе работ. С учетом того, что сегодня пандемия коронавируса, кто-то болеет, где-то не все могут в свое время на поставки делать, с учетом того, что резкое подорожение металла, это тоже влияет, пока согласовываем дополнительно все эти моменты. И меня радует то, что сегодня с непосредственными исполнителями поговорили. У них настрой серьезный, в график они намерены уложиться, а график это в этом году уже полная сдача. Проектом предусмотрено универсальное помещение для проведения турниров по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу. Также будут созданы условия для занятий единоборствами, борьбой, боксом, самбо, дзюдо. Жителям села будет доступен и тренажерный зал. Немаловажная деталь – предусмотрены условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будут работать кабинеты врача, тренеров и инструкторов. На один из самых больших населенных пунктов в районе около 8 тысяч жителей – это село Чапаевское. И плюс к этому, смело могу сказать, что больше спортивных достижений именно в этом селе. И поэтому вопрос сразу отпал и решили такое красивое, большое, шикарное сооружение построить именно в селе Чапаевское. Строительство комплекса в рамках национального проекта началось в конце прошлого года. За это время уже выполнены половина намеченных по графику работ. Процентная готовность объекта ориентировочно 55%. На сегодняшний день выполнены фундаменты в полном объеме. Завершили монтаж металлических колонн, балок перекрытия межэтажных. И сейчас ведутся работы по устройству кровли, металлоконструкции фермы и балки перекрытия кровли. Параллельно ведем работу по фасаду, занимаемся благоустройством и наружными сетями. Работы планируется завершить к концу текущего года. И тогда у жителей села, которое славится своими спортсменами, появится возможность заниматься спортом профессионально. В новом комфортном здании одного из самых больших спортивных комплексов в республике. Мурат Шантьозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район.